Давайте начнём. Сегодня у нас будет лекция «Крома на ночь». И все из вас, наверное, слышали страшное слово, но на самом деле всё довольно просто. Если вы на прошлой лекции как-то поняли, что такое пункт реабилактировать, то здесь разница не особо большая, это просто ещё одна абстракция того, как можно объединять функции. В принципе, весь хаскин про то, как мы разные возвращенные способы объединяем функции, но здесь у нас есть отдельное название. Такой старенький меб, который очень хорошо показывает о том, как можно включать хаскин и распределять от того, какой это бесполезно. Но в принципе так оно и есть, этому можно верить. Что такое монада? Монада — это некий контейнер, некая коробка, некая архиватическая абстракция для вычислений. Отмечается она подлинненно, как здесь написано, подлинненно, но не так, это какие-то вычисления. На одном из... На некоторых курсах были ребята, которые знали про английский язык, и один язык потом пошелся на работу и сказал, что это, наверное, был лучший слайд за всю его... Ну, историю обучения в этом мод. Я решил его оставить, кстати, я украинского, к сожалению, не знаю. Здесь мы старались собрать самое большое количество мифов про монады, и, наверное, самый большой миф, помимо этих третий, пусть он будет нулевой, то, что это сложно и непонятно, и зачем это нужно, и отстаньте от меня, я уже не хочу изучать хаски. Ну, я постараюсь сделать так, чтобы хоть кто-то, кто-то понял, но лично я, когда изучал это, я не знаю, мне потребовалось пару-тройку недель, чтобы осмыслить, зачем это, как с этим работать, но я просто шел... Я вообще сам изучал хаски, и я шел абсолютно каким-то кривым курсом, через 10 лисов, и когда мне правильно объяснили, как на это смотреть, я быстро это осознал. Забегая вперед, для меня лично самое сложное было осознать монаду стейк, но... надеюсь, вам это будет сложно. Сегодня я расскажу, что такое монада, я расскажу это на примере монада-монады, я расскажу о том, что список, это тоже есть монада, расскажу о трех базовых важных вариациях, это Reader, Writer и X-State, немножечко расскажу о монаде Hapon, Confirmation, Confirmation и Fistile. В принципе, на этом мы закончим, но я надеюсь, что я не выбьюсь из времени, и, пожалуйста, если кто-то будет смотреть на частей, скажите мне в минуту 15, чтобы всегда консолейцы что для этого заканчиваются. Иначе можно сидеть очень долго. Так, класс монад. Монаду, класс монад определяет две функции. Reader и вторая функция, и она называется B. Это очень-очень одно. Рыбка. Мне всегда просто думать о том, что монада это некая отвертка, некая коробка над какими-то вычислениями, функциями, данными, чем угодно. И когда разбираешь типы, где участвуют монады, она выделяется всегда в отдельных названиях, символов, то есть просто выделить. Не знаю, M от Y, это монаду над A, или еще что-то. И return это функция, которая берет некое чистое пустое значение и заворачивает его в эту коробку, в эту монаду, в этот некий environment, который в этой монаде может храниться, или что-то еще, что-то, пользуясь под кучей определения. BIMP это функция, которая принимает одно монадное значение, то есть одну какую-то штуку в коробке принимает функцию, которая умеет менять вот это внутреннее значение в коробке и возвращает новую измененную коробку. Я стараюсь как можно вот этим простым детским словам все это объяснять, потому что мне, например, так было проще. и я, если бы сидел на вашем месте, был бы рад этому. В прошлом году Боша делал эксперимент, он рассказывал это все не с виртуальной стороны, рассказывал это более с такой текстовой стороны. Я, как раз, слушал его лекции, я ничего не понял, потому что я уже знал. Вот. И надеюсь, что такой подход вам будет. И, кстати, это тоже, когда читают разные преподаватели, вот сейчас мы подумали с ребятами, что это классно, потому что с разных точек зрения иногда люди одну и ту же вещь объясняют, и они могут помогать студентам. Вот на этом рисунке, в принципе, изображено, да, что такое return, да, у вас было какое-то чистое значение, мы рисунули его в коробку. И изменили его с помощью бендара. Зачем это надо? Затем, что мы в Haskell хотим использовать наши любимые чистые функции, которые обращают нам всегда предполагаемый результат с жестким внешним миром, которым у нас есть. Вот с клавиатурки, рождон, и просто все страшно. Самая известная, главная монада, это монада ИО, они нужно отдельно рассказывать на следующей лекции. Это монада, которая вообще помогает нашим программам жить с внешним миром. Но это будет очень важно. На чем самым простой примером, у нас здесь, нельзя ли, вы рассказывали, ребята вам уже или нет, про тип мейли. Да. Да? Да. Правда, я не знаю. Мы точно поискались, но и раз. Отлично. И просто даже посмотрев на определение этого типа, можно увидеть, что у нас есть некое значение А, и над ним есть вот эта коробка, которая может быть джастом. А если значения внутри нет, то давайте их только называем монаду. И, в принципе, это подходит по всю ту тягомость, на которой рассказывала коробка, давайте назначим эту монаду. Отлично. И чтобы превратить из обычного значения в maybe монаду, как я и говорил, у нас есть функция return. Не путать ее с return, который есть в Ressart, когда это превращение результата из функции. Можно сейчас уже более чаще пишут не слово return, когда хотят обернуть что-то в монаду, а пишут слово pure. В аппликативах можно использовать по-связи одна и та же функция. Можно сказать слово drop, что-то вот такое. Соответственно, если у нас есть значение, это не пустота, ничего, то очередной депринатник это будет джаст, это значение. Тогда получается, что, чтобы сделать эту монаду, при том, функция будет джаст. Ну, какой-то очень просто. Если у нас было ничего, то мы как-то дальше ничего не сделаем, мы пропагетим это дальше и возвращаем на то. Если у нас было какое-то значение под джастом, ну, все очень просто, мы вытаскиваем это значение, применяем к нему функцию, которую мы хотели сделать, а функция, поскольку у нас имеет тип, как мы можем помнить, в него тип, что он сам возвращает на то, то вы просто вытаскиваем значение, применяем функцию, даже оборачиваете на что мы и не нужны. Примеры. У нас есть пятерка, которая обернута наибер. Мы хотим вытащить эту пятерку и ставить в ней три. Это очень просто. Мы с помощью бинда делаем такую функцию. чтобы в будущем, если мы используем какие-то монады, которые мы забыли, что за конструктор, иногда и реток, естественно, не может возвращать каждое обращение, к унификации мы не используем драст, мы используем монадный реток, который представляет те же самые. Как я сказал ранее, бинд, если работает с nothing, то nothing остается и ничего не меняется. Все просто. и дальше ничего усложняться не будет. На самом деле, то есть, вот как моя проблема была, когда я это изучал, я вообще-то думал, что если дальше, то усложнение, непонятно, и ничего много условий. Но вот от этой всей концепции ничего не уходит. У вас есть функция, в которых есть дополнительные значения. Например, у вас есть, забегая чуть вперед, у вас есть какой-то набор переменных в вашей программе, не знаю, название пайлов, количество пайлов, еще что-то. В лабораторном языке в принципе пишите, не надо так делать, но вы, допустим, пишите глобальные переменные, они у вас везде доступны, вы вытягаете с другой пункт, и все хорошо. В Haskell, поскольку все везде нужно вы поглядите вперед, вам тогда нужно будет прямым образом везде писать одним из аргументов список вот этих переменных, которые вы приняли к Раванцу. И вот чтобы, например, такие вещи играть, потому что, если они общие, то это общая коробка, то это все вытаскивается в внешнее окружение, вот эта монада Райф, 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 и вы из нее тягаете. По сути, у вас внутри все происходит, и вот эта монадная коробка, в которой все хранится, имеет дополнительную информацию для работы вашего клада. Еще один пример. Вам вообще видно этот свет? Ну, слой, плохо. Плохо? Лайф, тогда можно опустить вот эту штуку, кажется, что это ваша. Правда, что они не подключены, потому что они со провода нет. Сейчас, что он подробно подробно у нас нет сейчас этой презентации она бывает. Она бывает. Я сейчас скажу, короче, она называется лекция минус 5, минус 2, 1. В телеграмной будилке оно есть, если что. Помните, кому нравится эта погода? Почему вы сидите на лекциях? Нет, я не могу. Я сейчас абсолютно не шучу, что на вас вместе я подсюда давно ушел и пошел гулять, изучил этот дом, потому что это Петербург, и весь солнце будет через год. есть, серьезно, если кто-то хочет пройти билет, я абсолютно не увижусь, и будет рот, рот, рот. Зимой не будет. Ну, вы теряете свою область, потому что не, я вам честно скажу. А вы точно точно не обидитесь? Нет, 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 нет. Да он знает. А он вышел, и облако сразу пришло. Ладно, я сейчас без света все будет спиговарно, но если вы откроете вашу презентацию, будет вам решение. Допустим, мы хотим сделать следующий труп. У нас есть монадные значения, и мы хотим из них сделать пару. По сути, что нам нужно? У нас есть джаз в какое-то одно значение, джаз в другое. Мы их вытаскиваем, и мы их засовываем в новый джаз. Если у нас нафиг, то, очевидно, нафиг получается нафиг. Но на сильной имплементациях даже я не вижу, как это можно сделать с помощью паттерменчинга. И, в принципе, это работает хорошо, и пока вы не знали про бинт, скорее всего, если это было необходимо, мы бы так и написали. Но с помощью монадного бинта все становится гораздо проще. И... Это правда проще. У нас есть первое значение. Что делает бинт? Он вытаскивает его изнутри, и, естественно, вот у нас получается лямбда а. У нас было значение, которое мы вытащили, дальше мы его пропагетим вперед. Мы берем второй аргумент и тоже его раскрываем с помощью бинта. В итоге у нас есть а и b. Это, по сути, значение, которое мы вытащили из банановых аргументов. В итоге мы их просто вытаскиваем, объединяем в пару, и наворачиваем, как самолет, то, что это made. То есть записосровываем этот just. Вот. Но... А? А? Ну, здесь просто более... У нас нет значения того, что это было конкретным именемом, что это просто была какая-то монада. По сути, ты можешь с ней... ну, с любой монадой такое сделать. У тебя есть constraint, что M — это монада. Вот. И используем return. В принципе, здесь return тоже, естественно, сработает сейчас. Это используется на практике. У нас есть несколько примеров. Первый. Мы хотим брать его пользователя, удалять из него пробелы и знаки признания. Все очень классно. Мы смотрим, если текущий символ пробел или инвентуация, мы его удаляем. Если нет, то, как бы, оставляем именем как есть. Далее. Вот, кстати, интересный пример, который часто используется в работе. Обычные функции head и some tail и так далее, они проблематичны тем, что иногда в них можно передать пустой элемент, и head может быть ошибкой. Правильный head, который, конечно, используется, — это, типа, мейли head, где, если пустой элемент, он возвращает вас туда. Если все хорошо, то вам возвращают just список. Следующий пример. Вот у нас есть тип, творящий у имени пользователя. По сути, ну, у нас есть имя, символ, которое находится в колодочке. Мы хотим вот то, что мы тогда использовали, создать пользователя, не брать оттуда все лишенные символы и проверить на длину. Обычная имплементация с maybe без монад была бы с кучей кейсов, паттерн-менчингов. А представьте у вас, что это все будет каких-нибудь больше паттернов, больше вебелей, и это все уже будет превращаться в какой-то огромный код, неудобно читаемый. Что, у нас есть монады, которые, по крайней мере, кейсы помещают. Мы используем функцию, которая возвращает maybe-значение. Отлично, она вернула. Нам не важно, что она вернула, nothing или just, bint уже это обрабатывает. Далее мы проверяем длину, функция, которая тоже возвращает maybe. Опять же, мы можем использовать bint и не думать о том, что она вернулась, nothing, just или еще что-то, потому что автоматически у вас обработается в каждой из кейсов. По сути, можно писать с каким-то способом. Когда получаешь опыт, то таким образом пишешь, наверное, сразу и читаешь просто слева направо и не боишься. Ссылка, кстати, на довольно хороший видос. Identity Monada. Никогда нигде никем особо не используется, но базовая вещь, которую можно сделать, которая, в принципе, нужна для тех домашних поражений, которые будут. Monada either. Был ли у вас уже тип either? Да. Просто тип с двумя значениями. Часто на практике он используется для того, чтобы собирать какие-то ошибки. Если у вас в нем находится значение left, то оно дальше пропагентится и нечестно особо не делают. Если же значение right, то его часто используют и как-то начисляют. Инстантс монада для него будет выглядеть довольно просто. Если у вас... У нас есть функция return, у нас есть... А, это вот так вот. Это функция return. И когда у вас есть какое-то значение, которое еще не находится в этом монаде, то просто ехать а. Мы хотим запихнуть right, потому что, как я сказал раньше, мы чаще всего делаем что-то с правой части. Вот. Когда у нас есть bin, то все очень просто и похоже на самом деле чем-то на maybe monad. Если у нас было и невое значение в текущем типе, то мы его и оставляем. Если же у нас было правое, то мы просто его вытаскиваем, применяем функцию и пойдем дальше. Так же, как с мы. Было нафиг, нафиг остается. Было час, час. Меняюсь и идем дальше. Ничего сложного. Да. Это еще остался мем от первого нафига, который мне преподавал с Димой Каламиком. В течении первых лет. Это было три года. Потом он ехал с НКПУ и сгорел. Как это используется на практике? Я бы сказал, что он используется для сбора ошибок. И, скажем, у нас есть тип, который говорит о том, что большая длина будет невозможного сократить. И мы можем использовать это уже на практике. Когда мы хотим сокращать и проверять имя, мы... Когда мы использовали Maybe Monado, у нас есть облашивка, у нас просто осталось все в нафиг и... Ну ладно, окей. В данном случае мы хотя бы можем понять, что произошло. Вот. И та же самая функция, кстати, да, ничего не нужно было менять. Потому что, если бы у вас было написано премиум образом с кейзами, вам бы руками нужно было писать на tojust, потом это refactorить, менять на last frame. А поскольку то и то Monado, у них одинаковый интерфейс, то... Валя, у вас очень легко... И легкий код, который можно легко рисовывать. Вот. Пример, как это работает. Когда мы хотели... Создать пользователей, которые стоят из пробелов, а то не подходило поздно. Наши критерии была ошибка. Или когда мы создали очень длинную возможность, это тоже не прошло наш критерий. Если было нормально, то все сработало. То, о чем я говорил, что мы... Если у нас было левое значение, то мы его встретим дальше. Ну и довольно очевидное утверждение, что мы не можем обменять значения с разными типами, потому что просто не сведется. Да, вот это типичная ошибка, которая очень часто бывает. Когда у вас была ошибка одного типа, который вы использовали, а не другого, и вы хотите их замиксовать, у вас легко. Для этого делаются какие-нибудь фантомные типы, чтобы это все объединить? Да. Объединение Monado. У нас есть функция . Которая создает... Которая позволяет нам создавать композицию функции, там f.g. Но также у нас есть некоторые вспомогательные функции, которые помогают нам объединять Monado в цепочке. У них есть разные прикольные названия, связанные с рыбами. Но я, честно, вообще забыл об этом, вспомнил только сейчас. И на слайде это у меня открыто. Можно будет потом посмотреть. Просто это весь. Они правда похожи на какие-то страны сейчас. Ну или на слайде. Вот. Все довольно просто. Это вспомогательные функции, которые, на самом деле, не так часто используются. Некоторые примеры их работы и законы. И, в принципе, то, как их объединять. У вас там есть функции, которые вращаются на ксуменатуру, вы можете их использовать как из польши. И все это происходит. И еще какая-то равна. Здесь, ну да, следующий пример, как вы просто реабилицировали аргументы, оставили его внутри просто, потому что использовали в цепочку. На практике почти никто их не помнит, не использует, но, по-моему, домашки у вас будут. Да, мое любимое, например, это то, что для меня было открытием, что список — это тоже монада. Опять же, наверное, потому что я подходил к этому вопросу совершенно такими странными путями и не читал комплексно. И когда я узнал, что список — это монадыка, вау, мир перевернулся. И потом, ради веселья, я стал использовать любую синтексис со списками. Это чуть похожее. Все реально просто. Чтобы завернуть список, то есть return, мы с Amazon взбернули список с одним этим элементом. Gint — это, по сути, конкрат-мап, когда мы применяем пунктик объемных элементов и объединяем это снова в этот список. Ничего, наверное, сложно. Простой пример. Мы имели список с тремя элементами и захотели каждый элемент повторить три раза. Вернуть это все в новый список. По сути, можно было бы использовать кавкат, мап, или еще что-то. Тут берем Bint, который за нас делает всю грантную работу. Берем функцию indicate и включаем. Еще несколько примеров. Это довольно полезный пример. В плане того, что руками это было бы писать чуть более гуморольно. Здесь мы повторили каждый элемент столько раз, сколько есть само число. Мы взяли единицу, повторили ее один раз, взяли двое, повторили ее два раза и так далее. Прикольно, весело. На маленьких примерах это, конечно, кажется довольно забавным, но когда в реальной работе встречаются похожие паттермы, вы просто упрощаете свой пот тем, что вы пишете кучу кейзов, каких-то ламп, каких-то ужасных мапов и других вариантов работ со списком. То, о чем я говорил, это почему-то люди часто забывают. Есть еще такая функция, да, больше-больше. Очень просто. Это то же самое, что Bint, только она отбрасывает первое вычисление, первый результат. Используется эта функция для объединения каких-то последовательностей действий, которые друг от друга зависят. Вот пример. Если у нас было... Это опять же не совсем так. Сейчас будет пример. У нас есть just 3, just 6. По текущей сигнатуре мы просто первый элемент получаем 5. А что если у нас будет nothing than just? То мы думаем, что, наверное, останется just, потому что, все-таки, это же Matt Brasson, первый элемент, но не совсем. Монатное определение made говорит о том, что если он всегда был nothing, то nothing останется в каком бы вообще ни было случае. Поэтому, если у вас есть типочка действий, которая соединена с помощью вот этого оператора then, то где-то что-то может затрелиться, и просто с этого момента у вас дальше, например, попадет в nothing или в left, если это был каком-нибудь использован either. Да. Вот еще несколько примеров. Есть еще функция glan, которая часто используется в вычислениях, но они чуть больше будут говорить, когда мы говорим о трансформе. Да. MonoJoin. Все очень просто. У нас есть значение, есть коробка над ней. А если еще коробка над этой коробкой, затем еще что-то, и все они одного типа. Ну, нам-то не нужно, и мы хотим просто это объединить. Функция join делает так, что она просто склеивает эти внешние коробки. И это часто происходит, когда, опять же, вы проработаете со списками, и у вас получается список, 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 и вы просто пишете join, и все, кто с ними встречается. Нет, здесь не работает, потому что у нас две монады над цифрой. Первая — это список, а над ней еще и maybe. Maybe и список — это разные типы, поэтому, естественно, join, мы смотрим на любви. Но на нану можно делать самому. В принципе, все предыдущие типы мы как бы сами написали их инстансы, чтобы не было особо большой проблемой. Но вот мы создали некий тип и решили сделать вносу инстансы. Не помню, что я имел в виду, когда писал просто трону на нану. Ну, а может быть, у кого-то есть идеи? Некративо. Ну, а это похоже на… Ну, это список, где явно выйдет один элемент. Ну, кажется, это список, где явно выйдет один элемент. Ну, да, в смысле список появился того же элемента. Ну, да, в смысле список появился того же элемента. Причем много раз неизвестно, сколько. Ну, да, то есть много раз — много. Да. Не все может стать манадой, очевидно, что кажется ей на первый взгляд. Но, на самом деле, те базовые, которые мы дальше взломали, у них больше особо не видно. Все в итоге сводится просто к ИО. Сверху всего внутри есть какой-нибудь трансформер. В смысле вопрос, то есть манад. Там была большая… Кстати, в этой лекции там в конце есть несколько слайдов, в том числе слайды по законам по нашим. Мы это не читаем уже второй год, но если будет интересно, можете посмотреть. В принципе, нам кажется, довольно бесполезная, очередная вещь. Функция на манадах. Да. Где это все находится? Все находится в Control Monat в бейсе. Если вам нужны какие-то дополнительные, то в NCL какие-то трансформеры. То есть чистые манады, опять же, говоря на будущее, никто не использует. Почти всегда у вас возникает какой-нибудь трансформер. Трансформер — это, считайте, просто как совокупность некоторых из манад. и использовать его. В простых программах у вас нет. Моди, лифт или айзер. Ну, не более просто. Очень полезная функция лифт-м, которая упрощает работу. Если у вас было какое-то значение в коробке, то лифт-м помогает достойнуться в коробку, применить функцию и вернуть результат. Хоже, как у аппликатива лифт-авр. М2 то же самое, просто несколько аргументов. И придумали мы функцию о том, как создавать пары. И вот одна из варианций. Что еще? Да, дополнительная функция, которую вы можете найти в control monodextra — это просто манадные логические операторы. или n. Чаще всего, если вы пасплили где-то видите, то скорее всего это относится либо к линзам, либо к линзам, а не просто значениями, а значениями огромных любого что-то. Через химийный кромпонат, плизму, эзоморфизму и больших миллионов. Это первая часть проекции, о которой, о чем я говорил, там есть законы монады, а если интересно изучить это сами, мы, кажется, это особо не старшим будет. Можете теперь открыть та же самая ссылка, только парк 2? Почему не спрашивать? Спрашивай. Скажите. Изначально вообще была другая лекция, которую я подсунул Гоша. Вчера я говорил, ну, мы как вам лекции ведем? Мы играмками, мы нажимаем бумагой, в чем проигрампа придут лет. Я не победил. Вот. Я думал, окей, давай. И смотрю, что-то чувствую, вообще, вот, я не касался того материала, который, презентацию, к которому я смотрю, и думаю, что это какой-то обман. Спрашиваю Гошаная, ну, что это такое? Он говорит, вот, я в прошлый году, если ты помнишь, читал Коноранды, и я решил переделать это все, потому что, да, как там сказали, визуально ничего не понимаю. И... Я пытался вначале потратить 30 секунд на то, что прочитать его лекции, понял, что все эти три дня, и слава богу, никто не удалил прошлого материала, которые были вот предыдущими, тогда мы рассказывали. И я восстановил их, и у них была кругая нумерация по поводу частей лекций, потому что курс был больше, обычно была не одна пара, а две, и практики очень сильно смещались, и еще это... после этого никто аудиторию не забирал, и студенты сидели долго, и очень много... очень много потом еще часто было интерактивы и вопросов с преподавателем. А сейчас осталось грустным, что вам по человеческим причинам осталось 5 и 7 мая лекций. Сочетайте с другим будущим. В этой лекции я вам расскажу про три с половиной ключевых монады, которые просто помогают... А, да. Которые просто помогают понять, вообще что это с чем идет, и дальнейшее является помощью для этой сборной восстановки. Это монада Rival. то есть, это некоторая штука, которую вы можете что-то записывать, но читать из нее только по концертам. Монада Rival, из которой вы можете постоянно читать, но записывать в нее можете только в начале. И монада State, которую вы можете постоянно записывать, читать, изменять, и использовать ее во всю вашей программе. И чуть-чуть расскажу про Continuation-based style. У вас образованные системы уже были? Не у всех, условно говоря. В смысле? То, что ты думаешь, что образованные системы, было не у всех. А что было? У кого-то был банщик. У кого-то был банщик, а у кого-то банщик был. Я ни о чем не говорю. Кто-то изучал баш, кто-то образованный стены. А, баш! Ну, там банщиков. Баш. Здравствуйте, вы на операционных системах изучали баш? Приятно. Нет, не баш. Не только баш. Только баш. Только баш. Только баш. А еще баш. А еще баш. А еще баш. Писали свой загрузчик на C. И писали реализацию, написали свою реализацию функции лисом. И мы писали свои программы с использованием бипола. Вот последняя половина. У вас был, я бы сказал. Да, бипол был. Половина поток. Ну, половина поток. Ну, может, меньше половины. А, просто я к чему вам вспомнил? Часто в ядрах все связано с колбеками. Это реализовано с помощью Intimation-facing style, то есть стиля, когда мы одним из аргументов передаем продолжение программы. И почему я это говорил? Потому что я об этом немножко разговариваю. Погнали. Монада Writer. Допустим, у вас есть бинарное возведение в степень. Когда вы там взаимодействованы проводите все дела. Слухи, по-моему. Есть у вас такая функция. Но! Вы хотите выводить на экран, а что же делалось в каждом из этапов? Соответственно, возводил ли ты этот квадрат или нажал в основном на себя? Вот добавили мы логирование. В обычном языке мы просто писали какую-то строчку, которая бы выводила на экране, записывала бы файл и никому ничего не мешало. Это хаспект, все сложно, надо страдать. Приходим к следующему, что давайте результаты наших подчислений будем иметь некоторую пару. Пару, в которой у нас первым элементом это будет результат, а вторым это будут записаны в текстовом виде логи работы нашей функции. Мы написали, ничего особо сложного нет. Возвращаем пару, записываем или рекурсивно изобретаем другое дело. Запустили эту программу, вытащили второй элемент, указали его на экран, ну, в общем, развели 3-7-2. Как от этого избавиться? Постоянно, вообще-то, тянуть в каких-то парах, выглядит это страшно и ничего не понятно. Есть еще у нас огромный код. для этого есть понятие, как Writer Monado. По сути, это обертка над такой парой, у которой есть дополнительная функция, с которой мы с ним работаем. Когда мы хотим что-то обернуть в Writer Monado, просто создаем новую пару с как называется структура, которая может быть пустой и которую мы можем добавлять? Маной, просто. Типа и даем с глуколога просто будет... Винт работает очень просто. По сути, биф похож на ту функцию, которую мы писали вот здесь. У нас был результат, была пара, и мы добавляем к этому месседжу, который у нас был, еще одну строчку. Здесь то же самое. То, что это был на ноль, мы просто используем функционation. Все классно, давайте попробуем это использовать. Есть три всплагательные функции. Первая функция tell, это функция чтобы положить что-то в Writer. Функция здесь в Writer это запустить вычисление в Эпимоназе и в итоге дать нам результат вычисления, бросив лог. И, собственно, Writer это записать внутрь. Меняем нашу функцию, и теперь она выглядит, хотя бы, более симпатично. Мы делаем вычисления, добавляем в логу новую строчку, возвращаем результат. Внутри вычисления, здесь рекурсивно будет внутрь. Это довольно просто. А, Writer, да, это объединение результата в Writer записать новый результат внутрь монады, при этом объединяем логи. Объединяем логи в результате и объединяем новый. Все очень просто. Мы запускаем это и получаем в принципе тот же самый результат, что и было после 2 недели. Да, сравнение с тем, как это было анастеризовано без Writer, в принципе, все довольно очевидно, я думаю, в этом уже. И да, можно, кстати, объединять, когда у нас есть множество каких-то отчислений с разными логами, и все это будет единым логи отображено. Но есть прикол, Writer не существует. Это тортик. И есть какие-то реализации этой монады, но по сути ее в реальном мире никому она никогда не была нужна, но для учебных целей с помощью нее можно понять немножечко дальше ту же самую монаду стоит. Writer, если он используется как часть логин системы программы, он используется как часть трансформера. Думайте о трансформеров как о том, что мы взяли несколько монад это разные условия нашими данными. Есть один слой где заслуги хранятся, один слой который работает с внешним миром, один слой внутренний который хранит переменное ваше окружение. для этих целей проектор используется просто так нет. Если вам очень нужен цель то есть эта монада в этих пакетах, но опять же я никогда этого не встречал. есть монарный для пары он выглядит таким образом. Опять же что в жизни я его не встречал это некая тоже аналогия с играйтером. да здесь все правильно написано короче не нужно использовать если вам только не нужно чистое у вас есть некое окружение вашего кода в данном случае у нас есть следующая задача у нас есть список каких-то антишников у нас есть функция которая говорит название текущего антишника и у нас есть функция которая говорит какие-то соседи у как у одного из эдишников функция проверки того что данный эдишник есть в текущем окружении функция проверки того что что-то из пары соответствует какому-то что какой-либо элемент предоставленной пары тоже есть у нас в environment и функция проверки того что в заданном environment существуют соседи у заданного айтишника собственно труд в том что каждый раз придется вот этот environment прямым образом пропихивать в каждую из функций это все очень сильно надоест и где-то можно это потерять где-то у вас аргументы и короче равная боль почему вы это не вынести в отдельный скол какой-то скол и не использовать и не читать откуда для этого существует визор монада вот кстати например ее используют если есть какие-то настройки окружения определенные в вашей командной строке еще что-то что вы можете оттуда вам не нужно их особо часто изменить когда вы можете оттуда их тягать довольно быстро это оболочка вокруг функции которая возвращает угар до векции и если нас выглядит следующим образом когда мы берем какое-то значение типа мы хотим обернуть внутрь видера то видер как я говорил он не изменяется мы просто чтобы его и оставляем как окружение а вид он он помогает нам выдать скажем так наружу что у нас есть внутри этого видера когда используется функциями происходит вычисление и разворачивается обратно опять же ничего внутри не изменяет как я сказал по сути ридер постоянно пропихивает неизменяемые данные функции в функции которые могут оттуда их брать по сути как наш постоянно передаваемый аргумент есть вспомогательные функции есть функция ask которая берет и вытаскивает все внутренности ридера функция которая вытаскивает какой-то конкретный чай вы передаете функцию которая работает с environment но с помощью этой функции вы можете что-то конкретное есть функция local которая позволяет вам внутри текущей функции изменить как-то environment подставить его в результат но общая environment все равно не поменяется вдруг говоря его взяли поменяли передали функции она проработала и дала свой результат но при этом общая environment для следующей функции будет тот же самый предыдущий пример где мы проверяли соседей наших атишников можно переписать теперь с помощью ридера следующим образом у нас был environment который мы теперь просто передаем как часть манальных начислений как часть окружения и мы изменили мы изменили все функции допустим находится ли атишников я говорил что есть функция асс которая же передается функцию которая работает с environment по сути ей переда 1 если помните это было поле в дате environment оно возвращает все эти элементы проверяют если то же самое с монадным или работает функция если какой-то элемент не это была функция в нашем environment которая проверяет если соседи есть ли эта пара она проверяет ask вытаскивает environment применяет эту функцию дает результат дальше он возвращает какую-то пару если он нашел эта пара проверяется функцией если хоть что-то из этого возвращается результат если мы что-то нашли возвращаем да можно переписать хорошее но опять же из-за того что мы это запускаем run reader почему здесь используется эта функция потому что как я говорил монады это фракция над вычислениями эти вычисления нужно вычислить и run reader это функция которая берет по сути check neighbors это функция которая это состояние изменяет но в случае с reader состояние оно не меняется и мы помогаем тем что мы всегда запихем одно и то же состояние но эти функции что-то делают они что-то вычисляют это в результат вычисления и run reader это как в голове ассоциация такой такой щелчок что вот пазл и мы дали начальное состояние и мы дали функции которые что-то с этим состоянием делают и тем самым мы запустили раскрыли получили получили здесь просто у нас было начальное дано что существует только число 1 в списке аидишников аидишниках функция показывает имена и имена просто а функция поиска падла это возвращение 1 проверили если у нолика соседы соседи соседи всегда один есть в списке аидишников покажи простой пример ну дальше у нас соседей и если ты читаешь пикапу пожалуйста дальше зачем нужен лидер я уже об этом рассказал но чуть похоже мы сейчас вернемся к еще одному анализму поговорим о том что вам может помогать вообще в том как писать код есть такая штука как как когда вы пишете нижнее подчеркивание слева равно то хаскель воспринимает это как что угодно да когда вы напишете нижнее подчеркивание справа равно то то это будет у него являться дырой которого не знает как заполнить и он выдаст вам подсказку какой тип он сам там ожидает то есть устраивая свою систему типов вы пишете какую-нибудь функцию это нижнее подчеркивание вы фиг его знаете что туда засунуть и вас в голове не вывод за типы вот вот и компилятор вам подскажет типа чувак вот нижнее подчеркивание который ты хотел будет просто представьте если у вас не такая простая функция зад где все очевидно какая-то большая где вы хотите какую-то часть заполнить но вы не знаете чем иногда это реально помогает просто в написании программы по типам вы как джайвер ввести автокоплитом вы по сути имеете автокоплит с помощью типов которые человек в итоге сойдет и чуть дальше мы это направим сейчас используем вспомогает мне есть функция когда вы пишете нижнее подчеркивание в какой-то набор символов это просто типизированный такпол который будет при ошибке вам подписывать что именно где-то если у вас есть несколько стоп да в том чем вот кстати для того как рассуждают вы хотите заполнить реализацию для какой-то монаби вашей функции для любой монаби вашей функции для любой вы пишете тип понимаете агалки результат должен быть какой-то монаби проверяется понимаете что вам не поможет return вам поможет бин у вас при этом какие-то два аргумента вы знаете какие нужно подставить сюда и в принципе просто логика как я и говорил с помощью типов вы можете понять что сюда заполнить но довольно легко но с помощью этого мы будем пытаться строить state монаби да иногда вы хотите заполнить типов функции с помощью этой правды можно делать в самих типах state монаби монаби мы научились записывать внутрь мы научились читать из рейдера а теперь гораздо более частая проблема нужно и читать и писать и потом сохранять все эти изменения и использовать и дальше любое вычисление скорее всего будет менять даже если она не меняла но констат в оперативном стиле мы можем менять переменную в функциональном стиле нам любое изменение переменной это по сути будет новая переменная и ее мы должны быть дальше у нас есть примитивная пусть это будет список итогов и мы будем вытащить и засунуть новое число когда мы будем вытаскивать число то мы будем возвращать пару который будет первый элемент это вытащенное число второй элемент это наш новый измененный стейк без одного элемента засовывать засовывать засовываем на число возвращаем в обновленный стек обновленный стейк реализация очень простая ничего сложного и можно в довольно простом формате писать когда каждый раз что если мы что-то обращаем там у нас вернулся новый стейк сс и вернулся элемент который мы оттуда вытащили использовали новый стейк и вернули тот элемент который мы вытащили и вернули обновленный стейк в смысле вот и мы убрали вот у нас был начальный стек 1 2 3 мы вытащили единичку засунули туда в начале пятерку потом десятку вот 5 10 и первый элемент который у нас сработал абсолютно понятно и в наших моментах здесь здесь но это не так я лично люблю очень учебник Lerner Haskell и таскаю некоторые картинчики и вот на этой картинке довольно хорошо показывается что такое стейк я когда говорил про Lerner там была функция как я говорил это такая функция которая обрабатывает то что не дали стейк то же самое у вас есть начальное состояние вашего состояния рождения есть какая-то композиция функции о том что с этим состоянием делать и дальше вы эти функции хотите объединять с помощью монадного по сути вы создаете вот эту цепочку в которой у вас была функция а было состояние внутри монада внутри коробки вы это состояние даете на обработку получаете результат работы и вы сохраняете как результат работы так и новое состояние по сути мы то что делали с push и pop в стейке то что мы говорим мы как добавляли так и убавляли так и сохраняли результат по сути вот она стоит помада в которой мы работаем тогда мы хотим просто завернуть какое-то новое значение внутреннее мы сохраняем это как часть стейка где у нас это функция которая применяет какое-то состояние на каком-то из шагов и добавляет туда новый результат не новый результат который туда добавит с помощью return и это то что меня создало в голове ланды функция и без вычисления состояния как я сказал раньше будет набор разных не надо считать что это объект или еще что-то и мы создаем анонимный пункт где у нас будет результатом пара из состояния элементов и V стоит по сути то что я сказал когда у вас есть некое состояние в коробке вытащили обработали получили результат получили это новое состояние и все это вы хотите запомнить и дальше и результат и состояние я вижу по лицу сколько у меня такое же такое понимающие но мне очень помогло я пару часов просто сидел на бумаге без каких-то подсказок сам логически плюс смотря на типы пытался вывести бинт ручкой у меня все получилось и попробуйте у нас старая соблюдить давайте с помощью type call попытаемся вывести бинт для стейта самостоятельно у нас было старое состояние у нас есть функция которой мы хотим это состояние изменить и получить новое состояние ну новый этап в жизни а результатом этого всего это будет стей но дальше что с ним делать мы получили для МДС мы получили какой-то шаг и что с ним делать что у нас ожидается окей мы хотим получить здесь пару круто так давайте запустим все вычисления которые могли у нас прийти к состоянию изменим к этому функцию и что-то получим как новое состояние так и результат вычислений а дальше что у нас хочется мы думаем что нужно стол мы видим что нам нужна пара давайте применим функцию функция вроде state и подойдет но нет это не так мы должны как-то это обернуть и опять же запустить цепочку действий просто применяем к этому всему запуск run state засовываем следующее действие которое передав следующая функция и с помощью ф меняем тот результат который допустим у вас есть просто представьте это как список переменных или еще что-то и вы постоянно меняете добавляете и каким-то образом с ним работаете вы сделали действие вы изменили эти переменные при этом с этими переменными вы просто не имеете никакой возможности что-либо перезаписать поэтому state обращает эту всю работу с тем чтобы создать новое изменение старое и пропагетить вот и дальше ничего более сложного в этом нету но можно просто написать и пройтись можно просто еще раз подумайте пожалуйста спасибо 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 имеется в��는 и нет вообще andra открыть г да да 0 ну Ю Девушки отдыхают. Чтобы сделать вычисления, тебе нужно взять временное состояние, с ним поработать и отдать на оружие изменения и результаты. Поэтому здесь получаются эти два действия. Мы делаем вычисления, включаем временное, с ними работаем, используем функцию R и возвращаем уже новое состояние с новым результатом. То есть, когда мы первый раз пускаем runState, это allState и yes, мы просто получаем состояние. То есть, просто разворачиваем это. Здесь мы еще ничего не считаем, на самом деле. Считаем мы в следующей строчке, да? Ну вот, letR не встает встает встает. Вот здесь, на этой строчке, мы, кстати, ничего не считаем, просто разворачиваем это. Да, 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 да. И это то, что поменило. Какое понятие? Окей. А можно послушать, а у нас встает 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 встает? Потому что стейк у тебя передает. Ты его передаешь в вот это, что здесь есть? Следующее, понятно. Он у тебя и передает. Теперь перепишем наш стейк, который был на стейк-панаде. У нас есть функция достать элемент. То есть просто достаем элемент, создаем новый стейк. Мы взяли список и выделили, и получили эту форму. Когда мы хотим что-то добавить, мы результат никакой не имеем, да, результат в своей скопке. Но при этом мы изменяем состояние. И получаем форму, в которой результат у нас пустой, но новое состояние. Спекты действия, которые мы делали, мы доставали элемент, засовывали туда два новых, и получали результат. И пишем вот такой способ. У нас, по сути, есть вот этот некий невидимый стейк, который здесь не явно людей передается. И с помощью бинда мы его используем. И функция поппошь работает здесь уже внутри разных аналогов. Когда у нас есть функция попп, она возвращает результат. Бинт у нас сохраняет результат, так как мы просим бинда мы делаем ровлянду, которые его орли. У нас здесь используется функция д, на которой клевать на результат, и более того пушим, нам результат никакого не дает, но при этом сохраняет тот стейк. Он сохраняет цепочку вычислений и отбрасывает тот результат, о котором вы говорили. В принципе, код или реализация. В стандартной библиотеке у нас стоит одни с несколькими вспомогательными функциями. Гет, собственно, получит текущее значение и состояние. Пут положить. Модифайд принимает функцию, которая изменяет это состояние. Гет изменяет результат. Нет, модифайдарф умеет работать с результатом. Гет сменяет, собственно, сам стейк. Эвалиюация у нас в итоге отбрасывает все, кроме результатов вычислений. А экзек у нас, естественно, в итоге отбрасывает все, кроме остатковых систем. Что, если мы хотим сделать какие-то действия с какой-то маналой несколько раз? Договори. Есть некоторые вспомогательные функции, которые вообще помогут сделать сказку более оперативным подобным синтексом. Одна из них функция replicateM. По сути, которая повторяет N раз какое-то манадное действие и объединяет их. Но есть еще одна прикольная операция. Мы хотели, как в обычном, в противном языке пишется, и дальше какое-то рейндж действие. В Haskell можно подразумевать точно таким же образом функцией forM, которая берет список, берет количество, берет операции, которую нужно сделать, и дальше применяют к ним какой-то список. И здесь, я не знаю, встречали вы раньше или нет, в конце функции есть нижнее подчеркивание. Обычно в синтексисе Haskell так видно, или просто название принято, что если у вас есть какая-то манадная функция, которая в итоге что-то вычисляет, но ничего не возвращает в результат, типа отбрасывает его, то пишите нижнее подчеркивание. Если вы хотите еще и получить и результат выполнения, не знаю, сохраненный, то она будет без нижнего подчеркивания. Например, вы хотите что-то, например, записать в файл, и записывание в файл вы теперь не будете видеть, а скажем, будете видеть, что у вас там что-то, в консоли написалось, что файл записан. Часто будет так, что вы будете использовать функции с нижним подчеркиванием, чтобы все эти побочные действия не видеть, просто чтобы они вычислились, и дальше мы писали все хорошо. Да, был мой вопрос. Я вот все-таки с побочным действием не понял тему. У нас есть императивные языки, где мы можем делать какие-то вещи, допустим, просто добавить какой-нибудь глобальный степ, просто бушный что-нибудь. А здесь мы сначала не могли это сделать, потом дошли как-то до монад, и как-то сказали... Мы могли это сделать и до, и я показывал первую вариацию нашего стека сегодня, без каких-то монад. Но там у нас же каждый раз новость. Абсолютно верно. И здесь то же самое. Это просто внутри монады. Абсолютно верно. Это никакой магии ничего не делает. Это просто удобные такие математические абстракции, и варианты композиций функций, когда тебе не нужно писать кучу дополнительного хода, чтобы сохранить вот эту вот частоту функций, неизменяемость и так далее. Вот у нас был вариант с стеком, где при каждой функции, мы этот текст сохраняли в новую переменную влайте, а вот здесь стоит монада, это просто хитрожок айдор, который умеет делать внутри себя с помощью бендарной. Ничего более сверхъестественного происходит. Но мне очень понятно, как это отражается на общем коде, типа он перестает чистым или нет? Нет, я же говорю, это абстракции, которые никаким образом не меняют свойства хода. Он все так же остается чистым, ну если это state reader, writer, то есть это монада, которая не контактирует с внешним миром, но при этом они очень упрощают количество хода и чтение этого хода. А если хранить его монаду? А? А если его монада? Его монада, она умеет работать с внешним миром, и у нее есть побочный эффект, например, банальная функция random, она не чистая. И о монада умеет сделать так, чтобы вы использовали ваши чистые, невинные функции с этим грязным миром. И это вот на следующей лекции, целая лекция этого будет посвящена. То есть сейчас, то, что я сегодня рассказывал, это некие модели того, как вам красиво и грамотно, унифицированно решать проблемы. Проблемы того, что у вас есть неизменяемые переменные окружения, но вы при этом хотите с ними работать, с ними их менять. И без понятия монад вы можете это делать, как мы показываем, просто каждый раз записывая новое понятие. А монады позволяют вот эту всю грязь собрать в одном месте и от программиста убрать, просто чтобы у него в голове было понять, что окей, да, монады – это коробка. В этой коробке есть наше вычисление, которое, там, push, pop, еще что-то. Есть на потолке написано, и эти функции выполняются, смотрим на потолок, ага, у нас было 5, 6, 7. Я беру пятерку, на потолке, короче, зачеркиваю, и это в этой коробке сохраняется. В итоге вы не думаете о том, что где-то вы, допустим, пропустили новое состояние, вы, там, перепутали название переменной, случайно написали старую переменную, которая все еще осталась, она валидна, потому что она была в скобке, она не изменяет. То есть это все дает вам гарантию того, что у вас пот будет работать еще. И никаким образом не делает его, там, грязным, недитиминированным, еще что-то. Просто вот такой супер-хай-левел синтаксический саппер, еще с математикой. Вот. Интересно ли вам, кстати, будет послушать целую лекцию по теоркату? Ну, можно. Может, и надо. Теория категории. Мой такой еще однокрупник очень сильно занимается этой темой, и там обычно несколько лет, только хотел читал лекцию на эту тему. суть этой лекции, чтобы вы могли понять, что, почему монада это мозоль в категории дофункторов. Если вам это интересно, напишите в слайке, потому что большинство хотело бы это послушать. Может быть, это на практике. Если там придет десять человек, то я не буду просить его пройти свое время. Если это интересно, он как бы с нуля до этого момента объясняет теоркат, и правда становится понятно, в том числе с этого мелочь. Да, да, как бы он с нуля до этого момента даже он будет стоить. И потом можно издеваться на одинаково. Следующий песню ставил. Последняя финальная версия. Тема. У нас есть функция сложить два аргумента. У меня есть две очистки. Я никогда не писал хоть на бетоне и на JavaScript. Ну, насколько я знаю, часто в JavaScript добавляют одним из аргументов, что делать дальше с вычислениями, которые произошли. По-моему, если там есть синтезис. Все очень просто. У нас была функция, которая складывает два числа и возвращает результат. А теперь мы передали три аргумента. Одно число, второе, и функцию, которая будет с этим результатом что-то делать. Все очень просто. Мы делали мышцы и засунули ее в fullback. Можно написать так? в Haskell синтезис проще. И вы передаете функцию два аргумента и получаете результат. Все точно так же. Мы сложили их и передали в full-on-down и в full-on-down и в full-on-down и в full-on-down и в full-on-down которые работают в full-on-down и в full-on-down и в full-on-down и в full-on-down у вас у вас вот это по сути не есть callback. Да, только вы получили результат и сразу передали в full-on-down и мы все очень много извращались. Мы писали все в full-on-down и в full-on-down и еще что-то. И спустя полгода выходили новые люди и говорили, что типа сумасшедшие и все равно писали в full-on-down стиле. Но когда получаешь опыт и начинаешь использовать в нужных инструментах это становится очень полезным, потому что с помощью CPS можно по сути контролировать поток выполнения вашего кода функционального стиля. И вот то, что я говорил про операционную систему про ядра у нас явно что в ядре у вас есть какие-то процессы и что если рассматривать ядро с точки зрения CPS модели когда вы имеете функцию с незаполненным аргументом и это все будет результат выполнения то по сути дитро получается зацикленная штука для работ кумбеков которые сами всегда не принимают с а а а а а а а а а у нас есть функция которая возводит квадрат число и функция сложения квадрат как я говорил ранее цпс стиль говорит о том что одним из аргументов вы просто передаете то а что дальше делать с результатом очень просто мы можем изменить эти две функции мы просто добавим фиангу которая получит продолжение и используем результат участие и в итоге если мы переделываем такой стиль то мы получим не то что результат выполнения этой функции или результат сложения квадрата поэтому запустить это можно будет вот так когда мы передаем ханзи который возвращает сам себя в пол в котором все и закончится ничего сложного в принципе нету дальше собственно у нас в лекции он понадобит я не буду о ней рассказывать но она будет присутствовать в режиссерской версии домашнего задания и за нее можно будет получить знаменитые мало мы с коллегами пришли второй год мы ее оставляем на самостоятельное обучение нам так легче что все я буду ждать от вас инфы по тяпкаду если вам интересно не обязательно следующую когда в течение месяца с тоже подожди в Продолжение следует... Продолжение следует...